Мария Кулагина всю жизнь прожила в деревне Рождество. Это без малого 90 лет. И если раньше Мария Андреевна еще могла дойти с ведрами до колодца, то сейчас здоровье не позволяет совершать такие прогулки. Единственная надежда у пенсионерки на родственников. Они раз в неделю привозят бабушке несколько ведер воды. Вот вся вода моя стоит. Это на неделю. И пить, и варить. Хватает вам воды вот столько-то? Мало-то совсем. Как же хватает? Вот набрала огурчиков, надо посолить. Их не мыть нельзя. Все же я страдаю. Такие экспедиции в соседние деревни вынуждены совершать все жители поселка Рождество. Единственный источник воды в населенном пункте – колодец. Летом почти полностью пересыхает. Не попить, не помыться. Ну просто ее нет. Не поливать летом. Между тем, всего в двух десятках метров от поселка есть действующая водокачка. Она принадлежит соседнему садоводческому товариществу. Но набрать там живительной влаги население деревни не может. Раньше из вот этой артезианской скважины могли набрать воды, напоить детей. А сейчас нам председатель все отрезал. Вот, все перекрыл нам. Воды нету. Набрать ничего не может. Но председатель уверен – вопрос можно решить миром. Ради бога, проводите вот этот участок. 15 человек там у меня список, по-моему, дали. Врезочку делаете. Я дал схему врезки. Как сделать? Да, это работа, но на сутки там буквально. Да какой меньше? Не, ну вы сказали, вы же сами врежетесь. Нет, а почему мы должны все это за свои деньги? Прокладывать трубу от водокачки до деревни за свой счет местные жители не хотят. Считают, что это обязанность районных властей. Да и цена вопроса пока остается неизвестной. Смету никто не составлял. В местной администрации предложили выход из сложившейся ситуации. Возможно тот вариант, что водоснабжение, которое они хотят, от водокачки до колодца, сделать на долевом участии. 50% мы, 50% мы. Сейчас жителям деревни Рождество остается только обратиться в муниципалитет, собрать подписи и нужную сумму денег. В администрации уверены, прокладка нескольких десятков метров водопроводной трубы не ударит по карману население поселка. Сергей Речиц, Вадим Роженков, ТВ-Центр Тула.